Хотите полезный совет? Как только вы приезжаете в Брюге, не повторяйте тех ошибок, которые делают туристы. Они начинают искать парковку. Не найдете в любое время года. Как только вы приезжаете эти ворота, ищите парковку здесь. И вот при въезде парковка всегда найдется. А вот потом вы будете искать ее, искать, искать и нервничать, включая платные парковки в Брюге. Это проблема. Либо оставляете ее за воротами, благо городочком маленький, можно просто пешком не пройтись. А ты увидишь здесь искусство. Антикварные лавки, всевозможные картины и галереи. Просто идем, обрати внимание, какая картина. Рамочку видишь? Ну, твой мозг уже ломается. Ну, не бывает таких картин с такими рамками, понимаешь? Мы только заехали, наш мозг уже сломался. И поэтому, вот когда мы идем, у нас, опять же, ощущения-то рассчитаны на детские эмоции. Мы ищем все-таки детского праздника здесь и их эмоций. Ну, мне, как взрослому человеку, ну, делаешь еще пару шагов. И ты просто с этих маленьких деталей, которые взрывают твой мозг, уже начинаешь обалдеть. Смотри дальше. Машинка поехала. На минуточку, это первая Бентли, понимаешь? Я уже... А ты увидишь здесь искусство. Антикварные лавки, всевозможные картины и галереи. Просто идем, обрати внимание, какая картина. Рамочку видишь? Ну, твой мозг уже ломается. Ну, не бывает таких картин с такими рамками, понимаешь? Мы только заехали, наш мозг уже сломался. И поэтому, вот когда мы идем, у нас, опять же, ощущения-то рассчитаны на детские эмоции. Мы ищем все-таки детского праздника здесь и их эмоций. Ну, мне, как взрослому человеку, ну, делаешь еще пару шагов. И ты просто с этих маленьких деталей, которые взрывают твой мозг, уже начинаешь обалдеть. Смотри дальше. Машинка поехала. На минуточку, это первая Бентли, понимаешь? Я уже в шоке. Ну, эмоции начались. Что я прямо обожаю? Легкость. Конечно, мы можем приехать в Париж, и там будет все очень круто. Но здесь настолько мило, настолько няшно. И надо сконцентрироваться на маленьких деталях. Ну, еще раз говорю, здесь просто все выносит тебе мозг. Я не знаю, для чего здесь должен был быть этот череп, например. Я не знаю, для чего здесь гусь этот должен быть. Для чего веспа. То есть здесь делаешь повороты, и где-то маленькая Италия, где-то маленький Париж, где-то Лондон, где-то Амстердам. И гуляя по всему этому великолепию, ты плавно как бы погружаешься в эту атмосферу. Ты сходишь с ума. Недорого здесь, в отличие от Парижа. Сейчас мы сидим в кафе или ресторанчик какой-нибудь, попробуем луковый суп, вафлю и что-либо еще. И за каждым поворотом здесь приключения. Здесь вот то, что нужно. Здесь гастрономический оргазм. Количество пива, видишь? Здесь где-то есть магазинчик, где сразу 400 видов можно пива попробовать. Ну, задержишься на год, если начнешь. Здесь действительно... Ну, что здесь можешь делать оливковое дерево? А башня? Да все, что угодно. Здесь ты реально просто кайфуешь. Приезжай в Брюкер. Посмотрите, просто идем мимо, заходим. Да, ладно. Пойдемте. Пойдемте, пожалуйста. Продолжение. Кого-зюми? Да. И еще 초-зюми. Убийник. Пойдем. Пойдем. Нумер 38. Так, что-то... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проснулись мы сегодня в нашем кемпинге. Ну, посмотри, как это выглядело. В общем, мы приехали поздно ночью. У нас телевизор, у нас камин, который реально греет. Панорамные раз-два окна. Вот здесь мы двумя компаниями собирались. Дети зажигали здесь кушали, взрослые кушали здесь. Смотри, все просто есть для того, чтобы приготовить. Дальше заходим, смотрим на обзорчик. Здесь у нас двое спали. Идем дальше. А, не спали, вру, не спали. Вот здесь у нас двое спали. Тыньш, тыньш. Хозяйскую спальню покажу. Она выглядела вот так. Вот здесь вот этот чувачок спал. Ну, просто шикарно, как по мне. Холодильник. А газовое оборудование. Давай нырнем сюда. Нереально здоровый душ. Прям душ принимал и кайфовал. Туалетик, все солидно. Вся эта история нам обошлась. Сейчас по деньгам не вспомним, чуть позже. Давай я выйду покажу, что нам еще прилагается. То есть мы выходим, у нас еще территория вот такая. Выглядит он такой, как маленький домик. И что-то похоже больше на какую-то Финляндию. Из видусов соседи близко к нам, но все нереально тихие. Где-то там украинцы бухали. А в конце поселка, скажу так, тысячу человек здесь сегодня ночевало. И одна украинская семья дала шорохов всем тысячи. Вот так вот мы сидим. Это у нас патио такое, знаете, терраска, где можно почилить. Ну и сейчас покажем весь кемп, как он выглядит, хорошо? Прыгаем в тачку. А это тысяча номеров здесь, тысяча домиков. Только на машине можно объехать. Внутри на территории аквапарк. Зоопарк, это не шутки. Магазины. Как город в городе. Там внутри, где своя сауна, камин, душ. Вот сбоку просмотрим. Такое ощущение, что это прям настоящие такие графства, поместья. Есть дома поскромнее. Разумеется, цены разные. Тысяча домов. Здесь есть все виды домов во всех стилях, как мне показалось. Вот смотрите, скандинавский стиль пошел. То есть, предположим, скандинавы сюда приезжают, пожалуйста, живите в своем стиле. Приезжают датчане, пожалуйста, живите в своем стиле. Немцы, живите в своем стиле. И у каждого такой вот свой стилик здесь. В котором... ...говорил домик. Интересно, знаешь, что? Вот здесь вот бегают кролики. Просто бегают кролики. Там есть места, где уточки, где журавли, где лебеди. Ну, кроме шуток. То есть, это как бы, получается, зоопарк, да, внутри вот этого кемпа. То есть, опять же, мы только въехали. И нашли его совершенно случайно. Я даже не знаю, что я сейчас говорю. Но ситуация следующая, что... ...есть дома в стиле канджи, пустыня. Вот у нас они такие. Есть дома для любителей на воде. Есть дома для любителей, где уже готовые сауны, бани. Такие, знаете, в каменном стиле, как шато. Сделаны как шалея. В стиле прованса. Ну, вот во всех стилях. Мы, вообще-то, приехали в Диснейленд, грубо говоря. А тут остановились переночевать. Сейчас мысли, знаешь, какие? Ну, нафиг это Диснейленд. Надо было тусоваться здесь. Этого хватило бы вот. Хоть, чтобы все пройти. Поэтому самое лучшее, это сюда приехать, на две семьи взять дом. Обойдется, наверное, Евриков по 60-70 на семью. И здесь на территории все. Все. Это как все включено. Ты вообще оттуда не выходишь. Тут и аквапарк, и зоопарк, и детские площадки. Здесь абсолютно все. Слышу. Едем по вилке этой, такой. Так, здесь у нас любителям яхты, наверное, и кемпа. Настоящего кемпа. Те, которые приезжают сюда на кемперах. Гляд, вот есть смысл сюда просто приехать и больше никуда нет. Ничего не делать. Вот честно. Вот просто сюда приехать. Здесь и все. Мы закачали приложение. Только на приложении есть время работы. Все, все бесплатно. Банька. Сейчас пойдем. Были в аквапарке. Там так классненько. Там так тепленько. Не приезжайте сюда, иначе вы не будете путешествовать, а будете просто отдыхать. Здесь все есть. А где баня, где бассейн? Там. Путешествуешь, да, в Европе. Заскочил переночевать. А выясняется, что отсюда можно не уезжать. Здесь и есть вся Европа, грубо говоря. Это детские какие-то мероприятия, а аниматоры, как вот в турецком отелье. Это детская площадка. Сау-пар был там, с ламами мы его видели. А это что? Вот это аквапарк. А еще в магазине есть готовые блинчики. Взял молочко, он разбавил, мы с пленами. Ну, вы понимаете, что язык не поворачивается. Вот это назвать кемпингом. Это гектара примерно. Тут происходит лотерея каждый вечер. Все виды игр, которые только возможны, они все здесь есть. Это пипец. Смотри, бассейн при кемпинге. Как бы утром собрались попутешествовать, да, сегодня. Там Амстердам, планируется обезьян и все такое. Сейчас первая мысль, что быстренько сгоняем Амстердам на 15 минут. Типа сфоткались и обратно сюда. То есть нам абсолютно ничего не нужно. Это место, где просто кафе мы можем сидеть. Вот здесь вот, где происходят все сейшены, тусовки. То есть тут реально тысячи человек собираются со всех стран мира и просто тусит. Пиццерия на 7 человек на раздаче здесь люди. Ну, чтобы очереди не было. И вот здесь тусовка. Здесь происходят концерты. Это не единственная площадка для концертов, которых здесь есть. Их тут несколько. Аквапарк, зоопарк. Почти тысяча домиков во всех стилях в мире. И ландшафтную группу от пустыни до экзотических цветов деревьев, я просто молчу, люди. То есть на детской площадке бегают дети. Они говорят на всех языках мира. Ну, тут вся карта мира. На номера машин смотришь просто. Надо обратить внимание. Смотри, а 500 столов, и на каждом стоит свечка, и она всегда горит. Для удобства. Это вообще происходит и днем, и вечером. Не просто ты зашел в кафе, тебе зажгли свечку, а просто всегда для антуража. Днем на месте. Продолжение следует. Продолжение следует...